Казанский федеральный университет развивает сотрудничество с Татнефтью и другими компаниями в области добычи и подземной переработки сверхвязкой нефти. Научные группы САЕ «Эко-нефть» разрабатывают методы повышения нефтедачи для нескольких выбранных месторождений. Такие работы крайне важны для разработки остаточной нефти в Ромашкинском месторождении. У нас Ромашкинское месторождение нефти. Татнефтью она зарабатывает уже много лет, более 75 лет. И вот сегодня уже добыто более 3 миллиардов тонн нефти, но по геологическим данным в недрах Ромашкина еще больше, чем добыли нефть. Ну, какая часть нефти не может быть добыта, потому что она, ну, она, конечно, может быть добыта, но технологии новые нужны, технологии сегодня дорогие пока. Ученые КФУ разрабатывают методы увеличения добычи этих остаточных легкодобываемых запасов, которые сегодня оцениваются в 2-3 миллиарда тонн. Для Татнефти мы создаем вот такую систему. Это система, которой искусственный интеллект используется, нейронные сети, то есть самые современные такие вот сквозные технологии используются для того, чтобы обрабатывать большой объем данных, перспективные разработки, которые, я думаю, в 2020-2021 годах, значит, они дадут нам результаты, которые, ну, я думаю, что они будут такие очень интересные, очень важные для народного хозяйства и в научном смысле тоже. Место рождения уже несколько десятилетий служит настоящим полигоном для испытания многих новейших технологий и передовой техники в области разведки недр, проходки скважин и нефтедобычи, которые нашли широкое применение не только на промыслах Татнефти, но и в масштабах всей страны и за ее пределами. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньяс. Полига, Ленардо Влез��, Универньюс. Ленардо Влево, Универнен и полепорт